Действительно, очень много изображений богов или нимф или каких-то таких мистических персонажей, мифологических, они были на самом деле изображены с разными очень объектами. Кто-то с кефарой, кто-то с лирой и так далее. И были такие божества или нимфы, которые играли на флете. Вот мы знаем, например, Бог Пан играл на панфлете и Фавн тоже, например. И, конечно, это все очень, как сказать, потом много очень упоминалось в каких-то цитируемых книжках про флейту. И, например, есть интересная, здесь, наверное, надо сразу сказать про пьесу, очень знаковую для флейты, вообще написанную таким французским композитором Клодом Дебиси, пьеса, которая называется «Сиринкс». И вот эта пьеса «Сиринкс», она про нимфу, которую звали «Сиринкс», и которую Пан преследовал и хотел ее подчинить себе. Но та была очень хитрая и превратилась в тростниковую флейту. И это такая простая очень флейта с разрезом посередине, такая очень просто дудочка без двух каких-то нот. Но вот есть, как сказать, есть легенда, да, и Дебиси, основываясь на этой легенде, он вот написал такое произведение. Я, на самом деле, бы, наверное... Сыграть его больше. Да, сыграл бы, наверное, его сейчас. Сыграть его больше. Сыграть его больше. КОНЕЦ 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 Ещё есть очень такой персонаж Марси интересный, который тоже из мифологии взят и тоже связан с Флейтой. И вот сейчас я хотел бы даже маленький кусочек это зачитать. Это пастух, наказанный Аполлоном за выигранное состязание. И очень интересная такая штука, что по одной из версий Афина изобрела Флейту, но она как-то не смогла к ней приспособиться, и она выбросила этот инструмент. А Марси, он подобрал эту Флейту и в совершенстве овладел ей этой Флейтой. И принял в итоге состязание с Аполлоном, музыкальное состязание, которое в то время тоже очень много было распространено, и выиграл это состязание. Но как в мифологии часто бывает, это много очень версий. Вот одна из версий, что в итоге Аполлон потом взял Кефару и как начал, мол, на ней замечательно играть. И в итоге выиграл потом опять это состязание уже у Марси. И Марси, значит, там повесили и надругались над ним и все такое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ БОЛЬЗА